Уважаемые депутаты, на прошлом заседании мною предлагался проект обращения к мэру Москвы с просьбой вернуть проведение в Москве публичных слушаний, либо общественных обсуждений по городостроительным проектам. И тогда, к сожалению, данный проект не был поддержан. Впоследствии ряд депутатов все-таки подписали данное обращение, за что им большое спасибо. Но сегодня речь идет не об этой проблеме, а, собственно говоря, возвращении самих публичных слушаний, общественных обсуждений, а о сопутствующей проблеме. Она заключается в том, что с прекращением этих обсуждений и слушаний прекратилось, собственно говоря, и само информирование москвичей о готовящихся городостроительных проектах. И мы получаем ситуацию, когда люди узнают о начале их реализации по реву бульдозеров в своих дворах. А раньше они о них ничего не знают. Когда готовились публичные слушания, как вы знаете, это все публиковалось на ресурсе «Активный гражданин», причем публиковались схемы, карты предполагаемости, и все это было понятно. Причем это еще на стадии до принятия решения. Граждане имели возможность подготовиться. Кто-то пытался воздействовать через электронное голосование на «Активном гражданине», кто-то шел, уже готовил судебные иски, но какая-то возможность была. Так вот сейчас, в связи с отменой публичных слушаний и общественных обсуждений, такой возможности узнавать о готовящихся стройках не существует. Оно практически нигде не публикуется. Оно публикуется только на ресурсе, который называется «Государственная информационная система обеспечения городостроительной деятельности». Это такая очень сложная карта, которую контролирует Моском архитектуры. Разобраться в ней может только специалист, но и даже специалист не может получить в оперативном режиме ту информацию, которая ему нужна. Я считаю, что это абсолютно недопустимая вещь, и предлагаю все-таки вернуть систему хотя бы информирования москвичей. Я даже не предлагаю в данном проекте обращения, хотя это было бы правильно, наверное, чтобы тот же самый активный гражданин использовался в этих целях. Он же никуда не делся, сама система существует. Можно мне одну минуту добавить? Коллеги, одна минута не будет возражений? Спасибо, возражения. Я даже этого не предлагаю сделать. Я предлагаю наиболее очевидную и элементарную вещь, чтобы когда уже принимаются решения соответствующими органами, когда принимаются постановления правительства Москвы о готовящемся городостроительном проекте, чтобы это сразу публиковалось на территориальных сайтах органов власти, то есть на сайте, в первую очередь, конечно, это сайт управы, чтобы любой гражданин имел возможность очень просто получить информацию о том, что планируется строить в его районе, и основные параметры этой стройки, это вид разрешенного использования, то есть что строить, и основные параметры высотность, плотность, ну даже, пожалуй, собственно говоря, и все.